Память с артефактами войны Память с артефактами войны Автор Юрий Белоусов, Красная звезда 21 апреля 2015 года 17.36 Солдаты-срочники у завершенного рельефа В Екатеринбурге появится учебник Истории Отечества под открытым небом В Екатеринбурге приступили к монтажу бронзовых рельефов скульптурного цикла Вехи Великой войны, который кардинальным образом преобразит визуальное и информационное восприятие обновляемого к 70-летию победы городского военно-мемориального комплекса на широкой речке Всего в металле будет исполнено 6 эпических полотен, запечатлевших важнейшие события Великой Отечественной Минус битва за Москву, блокада Ленинграда Битва на Курской дуге, Сталинградская битва Освобождение Европы от фашизма и победителей Мы беседуем с автором, руководителем авторского коллектива, генеральным директором Екатеринбургского художественного фонда заслуженным работником культуры России Сергеем Титлиновым Сергей Валентинович, что в конечном итоге увидят в кону Дня Победы участники открытия обновленного мемориала на месте захоронения 814 воинов, умерших от ран в госпиталях Свердловска Сначала поясню, широкореченский военно-мемориальный комплекс был основан сразу после войны на месте захоронения бойцов Красной Армии Дважды реконструировался к 30-летию и 40-летию Победы С тех пор руки реставраторов его не касались Памятное место тихо угасало О нем вспоминали лишь дважды в год 9 мая и 22 июня Думаю, останься мемориал без должного внимания и в год 70-летия Победы Следующий юбилей он мог бы уже не встретить А ведь это центральное памятное место столицы Среднего Урала Наш авторский коллектив постарался не только восстановить, но и существенно преобразить городской комплекс Он будет не только отремонтирован, но и наполнен новым смыслом Рассказом об основных страницах истории с помощью масштабных бронзовых рельефов Размер каждого полотна 6 метров в длину и 2,5 метра по высоте Их общая площадь составляет 90 квадратных метров Более того, на мемориале будет зажжен вечный огонь Частичку пламени которого доставят на Урал от стен Московского Кремля Работы по мемориалу производятся по заказу администрации Екатеринбурга От объема столь специфической информации к исходу 2013 года я оказался в несвойственном мне психологическом состоянии Спать, есть, общаться не хотелось Но на пике эмоций в сознании стали рождаться идеи, образы, общие видения будущих бронзовых полотен Что представляет собой скульптурный цикл? Создана галерея тематических рельефов В каждом есть драматургия, и он посвящен определенному периоду Великой Отечественной войны Особенности техники исполнения Это симбиоз всех видов монументального искусства Круглой скульптуры, барельефа, горельефа и контрельефа, что в рамках одного произведения никто никогда не объединял Нами разработан и практически выполнен специальный живописный вид финишной отделки По сути, мы работали сначала как скульпторы, а затем как живописцы При этом детализация сюжетов и тщательность их исполнения напоминают гравюры из бронзы И, пожалуй, самая необычная, каждая сюжетная композиция содержит в себе подлинные артефакты периода Великой Отечественной войны Например, в произведение «Битва за Москву» мы включили настоящую винтовку Массина, найденную поисковиками в Подмосковье Для сюжета «Битва на Курской дуге» сотрудники Государственного военно-исторического музея-заповедника Прохоровское поле предоставили нам красноармейские звезды с головных уборов советских солдат, гильзы и металлические пуговицы, собранные на месте эпохального сражения под Прохоровкой В композицию «Сталинградская битва» вплавлены хвостовики минометных минуты, доставленные нам сотрудниками Государственного историка Мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» Использован кирпич из остатков сталинградской мельницы Грудинина, здания, дошедшего до наших дней в подлинном виде времен войны В рельеф победителей вплавлена настоящая медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, принадлежавшая франповику, моему деду Сергею Титлинову На церемонии передачи награды внучка ветерана Марина Стихина пояснила, рельеф изготовлен в честь настоящих победителей, поэтому и медаль здесь должна быть настоящая Рельефы для Широкореченского мемориала созданы на основе изученных вами архивных документов Насколько интенсивен был процесс подготовительной работы? В подобных случаях принято говорить, лучше не вспоминать За полтора года я прочел и отсмотрел десятки тысяч материалов Это были не только текстовые архивные документы В большей степени, фронтовые фотографии, в том числе тяжелого содержания, например из концентрационных лагерей Документальные кинофильмы, художественные ленты о войне из Золотого фонда отечественного кинематографа Баллада о солдате, Летят журавли, Белорусский вокзал, Отец солдата, Освобождение, Проверка на дорогах, Батальоны просят огня, Горячий снег и так далее Прослушал массу песен о Великой отечественной войне Прочел сотни стихов и просмотрел нескончаемую череду живописных и монументальных произведений по этой теме От объема столь специфической информации к исходу 2013 года я оказался в несвойственном мне психологическом состоянии Спать, есть, общаться не хотелось Но на пике эмоций в сознании стали рождаться идеи, образы, общие видения будущих бронзовых полотен Не боитесь, что ваш труд может постичь участь пресловутого двухдневного внимания в году Повториться этому не суждено Во-первых, более чем за год практических работ мы не раз становились наблюдателями эмоциональных всплесков разновозрастных зрителей Еще лишь создаваемых полотен Равнодушным и безучастным от нас никто не уходил Во-вторых, проект обрел всестороннюю поддержку в администрациях Екатеринбурга, Свердловской области и Уральского федерального округа Уже рассматривается вопрос о дополнении региональной программы школьного образования обязательными уроками истории, культуры и памяти в визуально-эмоциональной обстановке широкореченского мемориала Было пожелание воспринимать его учебником истории Отечества под открытым небом В-третьих, от ветеранской общественности поступило предложение о проведении на широкой речке церемоний принятия воинской присяги новобранцами частей Екатеринбургского гарнизона В-четвертых, готовится ходатайство о включении городского памятного мемориала в сеть территориального туристического кластера И это все, только начало Возле каждого рельефа будет помещен киуа-код, считывая который посетитель попадет на сайт с аудио и видеогидом по широкореченскому мемориалу Сегодня особенно остро осознаешь необходимость повышенного внимания к военно-патриотической работе с молодежью Настало время моего поколения заинтересовать их историей Отечества, и в первую очередь страницами Великой Отечественной войны Чтобы сегодняшним правнукам фронтовиков было о чем рассказать своим детям Если мы упустим момент, то потомкам о нашем же прошлом расскажут иностранные политики и историки Но уже на свой лад Прочитано 89 раз